Вопросы энергоэффективности с вопросами независимости нашей страны очень крепко связаны. Потому что если мы хотим зависеть от наших соседей, у которых мы покупаем газ, уголь и так далее, мы должны задуматься о том, как эти ресурсы максимально эффективно использовать. То есть вопросы энергоэффективности должны стоять на сегодняшний день рядом с вопросами усиления армии. То есть мы должны минимум тратить денег на обогрев, максимум на утепление. Поэтому вопросы отдельного зама и отдельного департамента энергоэффективности, он стоит на первом месте. Хочу сказать, что самое главное, мы всегда пользовались правилом, у нас есть деньги, нам их нужно использовать. Это немножко не очень правильное мышление. У нас есть деньги, нам надо получить их больше. То есть основной вопрос не в том, как потратить то, что у нас есть, а как добавить к тому, что у нас уже есть, еще больше. Этим вопросом я неоднократно занимался и неоднократно поднимал его, в том числе и на кабинете министров. На сегодняшний день, когда я шел в городские головы, я говорил, нам нужно делать здесь транспортно-логистический хаб и образовательную мекку, будем так говорить, образовательный кластер. От образовательного кластера я не отказываюсь и по сей день. Именно люди, которые смогут создавать продукты с высокой добавленной ценностью, не стоимостью, а именно ценностью, помогут подняться экономике страны. Поэтому образование, высшее образование и все, что с ним связано, наука и так далее, это очень важно. То, что касается транспортно-логистического хаба в городе Николаеве, на сегодняшний день со всей уверенностью я могу заявить, он нам не нужен. В том состоянии экономики с теми налоговыми поступлениями, которые приходят к нам, нам не нужна портовая индустрия. Потому что портовики нам разрушают дороги, нам разрушают инфраструктуру, нам, скажем так, портят внешний вид города. При этом в город мы получаем деньги исключительно от податок на доходы физических осип. То есть фактически мы получаем только налог зарплаты тех людей, которые там работают. Хочу вам объяснить также, что есть огромная куча сборов. Канальный, причальный, якорьный, там какой-то еще лоцманский, боцманский и прочее, которые насчитывают от 12 до 16 долларов с тонны груза. На сегодняшний день Николаев не получает ничего. Хочу вам также сказать, что на сегодняшний день перевозка грузов в Николаевское морское торговое порто, запланированное на 2016 год, 40 миллионов тонн. Это означает, что если бы мы хотя бы один доллар получали и в наш местный бюджет, то на сегодняшний день мы бы получили 40 миллионов гривен, 40 миллионов долларов в бюджет города. Это миллиард гривен, даже больше, на бюджет развития. Это школы, это садики, это дороги, это парки и так далее. Мы получаем 0,0. Вопрос, зачем нам это нужно? То есть дальше. Следующий вопрос. Вопросы энергоэффективности, это глобальные вопросы, вопросы глобального потепления, глобальных энергоресурсов. Это вопросы, на которые обращают сегодня внимание не только в Украине, но и в мире. Огромное количество денег, в том числе и дармовых, то есть это грантовых, выделяется на эти направления, на направления энергоэффективности, утепления и так далее. Компания НЕВКО, которую сегодня я, честно говоря, смотрел на депутатскую комиссию бюджетную, и когда один человек кричал, зачем нам кредит от НЕВКО, если у нас деньги лежат на депозите? Дорогой мой, кредит от НЕВКО это 3% гривни годовых, депозит это 20% гривни годовых. Ну тут математику можно взять от НЕВКО и просто положить на депозит. Это шутка, конечно, но идея в том, что нужно просто иметь немножко, не надо иметь в финансах, быть образованным, достаточно немножко знать математику. Вопрос такой, что, вопрос, сразу же не отходя от кассы, вопрос депозита. Я вам объясню такую вещь. Что такое депозит городского бюджета? Когда вы в начале года не можете разобраться, куда вам подевать деньги, мама с папой ссорятся, что купить, квартиру или дом, в это время деньги просто лежат в шкафчике. Их можно положить, и они будут зарабатывать деньги. Бюджет у нас был принят практически в мае месяце. В это время я принял управленческое решение, считаю правильное, то, что мы положили эти деньги и зарабатывали депозит. Мы на сегодняшний день заработали около 20 миллионов гривен, даже больше. Дальше что? Во все-таки мама с папой решили купить квартиру. Они взяли и сказали, мы покупаем квартиру, вот деньги у нас есть, но вы сделаете в ней ремонт. В это время происходит ремонт в квартире, а я имею в виду, мы провели тендера, сделали закупку, люди начали делать работы. Люди эти работы закончат к концу года, а в это время деньги лежат в шкафчике. Или они лежат в шкафчике, или они лежат на депозите. В то время, пока эти все деньги, пока мы ждали, чтобы эти деньги заплатить за услуги, за дороги, с крышей и так далее, деньги просто бы лежали на казначейском счету. На сегодняшний день они лежали на депозите и заработали городу еще денег. Следующий вопрос, самый, наверное, главный вопрос. А как же быть с освоением бюджетных средств, которые мы, мы же все-таки в мае месяце приняли? Да и что? Это в Советском Союзе было так, что если до конца года ты не использовал деньги, они вернутся назад в Советский Союз, и ты их никогда не увидишь. На сегодняшний день деньги, не использованные бюджетным роспыслом, возвращаются на котловой счет в казначействе. То есть они остаются в городе. И на сегодняшний день мы не будем распихивать деньги, лишь бы куда засунуть, лишь бы как сделать, лишь бы какую-то крышу заделать ее, залепить ее кизяком, но деньги потратить. Не надо этого. Мы сделаем по-нормальному, не сможем освоить деньги. Мы их освоим вначале. Для человека на сегодняшний день будет сделана крыша в декабре или в январе, это небольшая разница, но для бюджетного процесса это серьезный процесс. И самое главное, о чем я хотел сказать, это вопрос планирования. Многие депутаты, это правда, и городской голова пришли впервые. Многие вещи на сегодняшний день, они не были запланированы либо депутатским корпусом, либо из-за отсутствия денег, либо из-за отсутствия стратегического мышления, и так далее. Есть вещи глобальные. И с Сергеем Анатольевичем мы нашли общий язык, потому что он тоже из, ну скажем, я же из бизнеса пришел в управление городом. Он тоже, но он находится в бизнесе. Он понимает, что некоторые вещи нужно просто стратегически продумать, сделать, разработать проект, в этом году все его обкрутить, подумать, а потом туда вкладывать деньги. Ну приведу простой пример. На сегодняшний день мы запустили процесс устройства освещения на перегоне в корабельный район. Наконец-то то место, там где происходит ДТП, смерти, людей сбивают и так далее, будет освещено. Было простой пример. В самом первоначальном проекте было придумано, что будет стоять столб и светить на две стороны. Прошу показать. Вот так, да? То есть, как бы он должен был светить на две дороги посередине. Но в стратегическом видении я вижу, что корабельный район мы должны пустить троллейбус, который жителям обещали 40 лет. И так его и не построили. На сегодняшний день столбы ставят с двух сторон, и потом мы будем натягивать там контактную сеть. В этом году мы разработали проект на троллейбус на Лазурную. Мы только разработали проект. А если бы он был разработан в прошлом году, в этом году мы бы уже сделали троллейбус на Лазурной и вокруг объездной этого, на Намыве. В этом году мы не успели разработать проект, но начнем разработать его в следующем. От площади Победы, троллейбус, до Жуковского кольца. Чтобы можно было закупить те же самые дообусы в процессе. И троллейбусы ехали до кольца Жуковского, а там снимали рога и ехали на батареях. То есть это тоже как бы, это тоже стратегические вопросы. Задумывались ли об этом депутаты и городской главы предыдущей союзии? Может им это просто не было денег, и они не видели перспективы. Не потому что у них не было стратегического мышления, потому что они не видели в этом перспективы. Зачем делать проект, если он не будет внедрен? На сегодняшний день мы получили больше денег благодаря этой децентрализации. Мы должны получить еще больше денег, потому что мы на это заслуживаем. Потому что наш город страдает из-за этих фур, которые везут зерно в другие страны и ничего от этого не получают. Ну, какие-то количества небольшой рабочих мест. Но это мало, несомненно. На сегодняшний день, последний завершаю. Получаю кучу тревожных сигналов с улицы Новозаводская, которая превращается постепенно в Кировоградскую трассу. То есть она превращается в большую яму. И мне говорят, ай-яй-яй, почему вы там пустили фуры, и вот посмотрите сейчас на эту дорогу. Да если бы я ее не пустил туда, если бы мы не приняли это жесткое решение, то такими были бы все дороги в городе Николаеве. Друзья, поэтому тут надо понимать, что либо стивидорные компании, не платя в наш местный бюджет, сами возьмут, воруют. Не надо воровать. Возьмите часть дороги. У нас есть статистическая информация, сколько кто чего привез, сколько в процентном соотношении. Возьмите такие процентные куски этой работы и сделайте их сами, за свой счет. Никто не будет воровать. Сами сделайте. Не хотят. Не хотят.